Далее в программе Утро первых. Да будет свет! С затратами более-менее понятно, а какая от подсветки польза? Как экономическое благополучие связано с иллюминацией, разберемся в блоге Наивная урбанистика. Время путешествовать! Вдохновляемся на подвиги с утра пораньше. Классика и современность. Да хватит, мы это все посмотрим. Обсудим первое впечатление от трейлеров фильмов «Онекин» и «Вредная привычка». Утро первых продолжается. Мы рады приветствовать тех, кто начинает свой день вместе с нашей командой. И на очереди новости. Совсем не новогоднюю погоду в ближайшие дни прогнозируют нам синоптики. На этой неделе в Центральной России оттепель. Повышение температуры будет продолжаться. Доставайте зонтики, грядут дожди. И по сообщениям гидрометцентра такая обстановка сохранится вплоть до субботы. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны на уроках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в закон об образовании. Теперь учащиеся будут обязаны сдавать мобильные устройства перед уроками. Использовать их разрешено только в экстренных случаях, когда есть опасность жизни или здоровья ребенка. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Российский космонавт Константин Борисов показал, что ему передали родные посылки на МКС. Ее вместе с остальными грузами доставил на борт корабль «Прогресс МС-25». На видео космонавт распаковывает пакет, в котором специи, сладости, сушеные кальмары, орехи, семечки, а также соусы для салатов и апельсины. Украшением калужских троллейбусов занялись школьники. Новогоднее настроение пассажирам дарят ученики начальных классов разных калужских школ и воспитанники Азаровского детского дома. Большую часть украшений дети делают сами. Несколько праздничных троллейбусов уже вышли на линии. Продолжение следует... Продолжение следует... Дезинфекция от насекомых в Калуге Хватит подвергать опасности себя и своих близких. Обезопасьте свое жилье от насекомых и грызунов. Не стоит откладывать решение проблемы. Точка Дез. Профессиональная дезинфекция в Калуге и Калужской области. Работаем со всеми управляющими компаниями. Эффективно, анонимно, безопасно, выгодно. Работаем без выходных. Наступили холода. Холода. Нету теплого окна. Пора ехать в ПВХ. Цены ниже, как всегда. Телефон 55 1167. Даже один человек – это уже как в поле воин. Мы – многонациональный народ Российской Федерации. Если я не пойду, другой не пойдет. Мало-то на фронте кого будет. Пока размышляешь, враг продвигается ближе, а нужно его поражать уже здесь и сейчас. Здесь остаются только сильные люди, сильные личности. И с такими людьми мы построим сильное государство. Ну, фашизм не пройдет. Не надо ждать, когда они придут к нам. И будут так же, как они делают на Донбассе. Убивать детей, женщин. Не надо ждать. И хочу сказать, что мы победим. Победа будет за нами. Потому что мы – достойные сыны нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Многие считают, что Новый год нужно начинать с чистого листа. Вот как закончить 23-й год без долгов и с каким-то финансовым планом, нам расскажет эксперт по финансовой грамотности Калужского отделения Банка России Юлия Давыдова. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Рад вас видеть в студии «Утро первых». Есть ли какие-то уникальные финансовые советы, полезные финансовые советы? Как закончить с финансовой точки зрения 2023 год достаточно благополучно? Вы знаете, вот предновогодняя пора – это как раз то самое время, когда особенно нужно вспомнить все советы финансовой грамотности и не только войти, да, вот как вы сказали, в Новый год без долгов, но, соответственно, и не успеть их, собственно, набрать перед Новым годом в этой предновогодней суете, особенно когда всем нужно купить подарки, то есть у нас сейчас действительно пик будет рад, но самый простой, наверное, совет – это заранее определить ту сумму, которую вы готовы потратить на новогодние праздники. Туда можно включить расходы на новогодний стол, на какие-то посещения мероприятий, на подарки, разумеется. Так будет легче ориентироваться вам, с какой подушкой вы, собственно, зайдете в Новый год. Вот. Кроме того, сейчас многие совершают покупки онлайн, и здесь также нужно помнить, что желательно совершать эти покупки с другой карты. Опять же, так вы можете контролировать свои траты, и, кроме того, это поможет избежать и мошеннических атак на данные вашей карты. С другой карты, например, не со своей, с карты мужа, на которой определенный бюджет. Да, не с зарплатной, а, соответственно, просто с другой. На которую откладывали эти финансовые средства для того, чтобы совершить покупки? Ну, как вариант. Поговорим о стихийных покупках. Сейчас либо кто-то отправляется в магазин, им так удобнее на маркетплейсах, не часто сравнивают, находя какой-то товар по стоимости. Здесь как действовать? Вот мы с вами поговорили об онлайн, да, шоппинге и небольших лайфхаках, а шоппинг непосредственно в магазине здесь тоже таит в себе так называемые новогодние опасности, да, есть соблазн на импульсивные покупки. Вот здесь хороший совет, это, во-первых, идти со списком товаров, которые вам действительно нужно приобрести. Также, например, брать паузу. Если вам, ну, очень понравилась какая-то вещь, то лучше все-таки взять перерыв, да, выйти из магазина, подумать. И вот еще хочу предостеречь от оформления так называемых посткредитов, то есть кредиты, которые можно оформить прям непосредственно в магазине. Захотелось какой-то определенный телефон, не хватает денег на него? Продавцы предлагают тут же оформить кредит, тут же в магазине. Да, вроде, ну, вот звучит прям отлично, идеально, очень заманчиво, но здесь надо понимать, что это за продукт. Во-первых, посткредиты имеют ставку гораздо выше, чем обычные потребительские кредиты, и ваша переплата может составить, собственно, 100%. То есть по цене одного телефона вы заплатите за два телефона. И вот еще Банк России выявил такую практику недобросовестную, когда вот как раз на фоне вот этого вот вовлечения, да, в совершение покупки продавцы вместо посткредита оформляют кредитную карту. И, соответственно, условия по ней совсем другие. По кредитной карте ставка выше, чем по посткредиту, поэтому здесь тоже нужно быть внимательным. Очень заманчивые условия, беспроцентный период, 120 дней. Сейчас многие предлагают, возьмите кредитную карту, потом закроете. Ну, как вариант, да. То есть здесь, понимаете, обязательно нужно с холодной головой подходить к покупкам, особенно в предновогодний период, потому что, опять же, под видом одного продукта вам могут продать другой продукт, чтобы вы нашли те деньги на желаемый товар. То есть нам пригодится та самая давняя фраза с рынка, мы еще походим, посмотрим, потом вернемся. Очень хороший совет. Теперь, собственно, к кредитам, которые уже имеются, год завершается. Есть такая поговорка «закончить год без долгов», начать новый год без долгов». Здесь как действовать? Ну, соответственно, вообще в целом хочу отметить, что очень сейчас большой спрос на кредиты. У нас есть небольшая статистика. Вот за первое полугодие 2023 года количество людей, у которых 3 и более кредита, составило более 11 миллионов рублей. Поэтому здесь, опять же, важно взвешенно подходить к оформлению кредита. Понятно, если мы говорим о крупной покупке, ну, тут зачастую мы не можем ее приобрести без заемных средств. А все-таки, если вот как вы привели пример с телефоном... Более 11 миллионов человек? Более 11 миллионов человек, спасибо. Вот, как вы привели пример с телефоном, то здесь все-таки лучше, может быть, попробовать на него накопить, чем брать очередной кредит. Все-таки нагрузка на бюджет большая будет. То есть, менее ответственно вы на столе относиться к кредитам. Почему-то легкомысленно их брать, а потом когда-нибудь где-нибудь закрою. Ну, можно, наверное, сделать и такой вывод, но все-таки приоритет лучше отдавать сейчас накоплению. Тем более, вы знаете, что ключевую ставку повысили, соответственно, проценты по тем же вкладам, да, как хорошее средство накопления и еще и при умножении своего бюджета стали более привлекательными. Поэтому лучше обратить внимание на вклады. Недавно слышал статистику, что в среднем у нас, мы завершаем уже, что в среднем россияне на предновогодние праздники тратят около 50 тысяч рублей. Как вы считаете, сегодня можно вложиться в такую сумму? Мне сложно оценить, я не эксперт, но я думаю, что все-таки у каждого это индивидуальная сумма. Опять же, составляйте списки, планируйте бюджет, чтобы вам было комфортно. Еще раз спасибо за то, что были с нами сегодня утром. Надеюсь, ваши рекомендации помогут нашим зрителям уберечь свой бюджет, тем более в преддверии новогодних праздников. Но мы продолжаем, переходим к блогу «Культурная заправка». Наверное, каждый из нас бывал в Ясной Поляне. Но истинные любители творчества Льва Николаевича просто обязаны посетить Пирогова. Именно здесь родился замысел повести «Хаджи Мурат» в июле 1896 года. Но обо всем по порядку. Принадлежавшее Толстым имение Пирогова находилось в 35 верстах от Ясной Поляны, рядом с одноименным селом. Лева Толстой побывал там впервые десятилетним мальчишкой. Скорее всего, под влиянием пироговских впечатлений, им было создано незаконченное детское сочинение «Рассказы дедушки». В дальнейшем, при разделе имущества между братьями и сестрой Толстыми в 1847 году большая часть пироговской усадьбы с господским домом и конным заводом перешла к брату писателя Сергею Николаевичу. А часть земли за рекой Упой и мельницу получила сестра Мария Николаевна. Дом в Большом Пирогове на протяжении десятков лет был свидетелем проявлений глубокой привязанности друг к другу братьев Толстых. Лев всегда знакомил брата со своими новыми сочинениями, чтобы узнать его мнение, которым очень дорожил. А Сергей с интересом и волнением ждал окончания произведений и появления их в печати. Большое и малое пирогово сосуществовали в двух верстах друг от друга. Лев Николаевич сам выбирал место для будущей усадьбы сестры над глубоким ключом, где однажды купался в Упе. Вымерил аллеи и дороги, обсадил их березами и соснами. Здесь Мария Николаевна и построила свой дом с мезонином. После ухода в Шамардинский монастырь она продала землю крестьянам, а хутор уступила дочери Толстого Марии Львовне. Лев Николаевич просил дочь не бросать пирогова. Толстой любил приезжать в эти места, где особенно приятна тишина, с целью большей свободы для писания. Здесь он работал над юностью, казаками, отъезжим полем, крейцеровой сонатой. Из дневника мы узнаем, что писатель, возвращаясь с прогулки, увидел изломанный репей, который напомнил ему Хаджи Мурата. Бывали здесь и его собратья по Перу. В одном из писем к Полине Виардо Тургенев пишет о трех очень приятных днях, проведенных в Пирогове в июне 1858 года. Заглядывал в это имение и Афанасий Фед. После революции судьба двух имений сложилась по-разному. В усадьбе Сергея Николаевича Толстого господский дом был разграблен и сожжен. Судьба к Малому Пирогову была более благосклонна. Дом Марии Николаевны сохранился практически в первозданном виде. В 1999 году Малая Пирогова стала филиалом музея-усадьбы Ясная Поляна. После реконструкции с 2008 года дом Марии Толстой начал принимать гостей в качестве музея. Сегодня Малая Пирогова – мемориальный комплекс, в который входит дом над ключом, людская, фрагменты парка и сада. В доме в большинстве комнат воссозданы исторические интерьеры, составленные из предметов, принадлежавших потомков дочери писателя. В музее можно узнать о жизни Толстых и об Оленских в Пирогове. В усадьбе появились новые мемориальные объекты, которые уже имеют современную историю. Это памятный камень литературному герою последней повести Толстого – Хаджи Мурат. Именная скамейка писателя Андрея Битова. Фруктовый сад из вишневых деревьев сорта Тургеневская – память о посещении писателем этих мест. В Малом Пирогове проводятся экскурсии, праздники, конкурсы, фестивали, мастер-классы. Организуются летние лагеря. Сюда приезжают на пленэры студенты и художники. А в 2017 году здесь проходили съемки фильма о Вдоте Смирновой «История одного назначения». Описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женизьбе – это все равно, что описывая путешествие человека, обрывать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам. Так что не останавливайтесь на самом интересном. И продолжайте заправляться культурно. Сейчас рекомендую раскрыть глаза пошире любителям хорошего кино и нового кино. Мои коллеги Дмитрий Родионов, Мария Лазарева и гость Александр Забурнин обсудят трейлеры кинофильмов, от которых создаются первые впечатления. И вот этими самыми впечатлениями прямо сейчас поделятся с вами. А вот, кстати, интересно было бы в первоисточнике полистать хотя бы это пресловутое слово «пацана». Ну, первоисточник – это документалка. Там нет вымысла в художественных... Но это же все равно литературное произведение. Но документальное – это воспоминания, интервью и так далее. Насколько... А, ну это в плане интервью. Насколько это было переработано в сценарии? В сценарии это, очевидно, было переработано, потому что сценарий строится по определенным законам. А документальное произведение не обязано строиться по таким законам. Есть, конечно, ну, например, я искренне считаю документальным чудом произведений Светланы Алексеевича. Ну, хорошо, Алексеевич легла же в основу сериала «Чернобыль». В основу сериала «Чернобыль» все-таки легли реальные исторические факты, а не книга Алексеевича. А почему тогда говорят, что она была в основе? Ну, потому что она как документалист, она, безусловно, это затрагивала. Другие документалисты, которые писали об этой теме, тоже это затрагивали. Но это как военные авторы, военные авторы, которые особенно были сами там журналистами на фронте, либо сами были военными, да, они же писали книги, которые вроде бы художественные, но по факту. Теперь появляется вопрос, а что делать с художественным произведением? А насколько его нужно точно перекладывать на киноязык? Или все-таки режиссер имеет право фантазировать? Потому что, ну, по этому же поводу все постоянно споры развиваются, что «А-а-а, вот в книге было не так». Ну, слушай, ну, конечно же, можно. Но в любом случае, когда ты читаешь книгу, ты представляешь там своего, там, Холмса, Пуаррола, там, ну, любого персонажа, ты сам представляешь, как он выглядит. Ты, например, представляешь себе Гамлета так, как он описан у Шекспира. Это полноватый, лысеющий, мягкотелый юноша. Правда ты так представляешь? Нет, я представляю, например, как... Все, Смоктуновский, да, вот, потому что... Может, красивый. Потому что, наверное, никто не обращал внимания на то, как он был описан у Шекспира. Так я говорю, вот мы как-то разговаривали об Анне Каренине, да? И ты такой смотришь советскую экранизацию, где всем по 69 лет, вот, где все мерзкие. Потому что моложе не нашлось. Да, актеры. Каренин мерзкий, Анна Каренина мерзкая, потому что ради чего это все? Потом ты смотришь голливудскую, где такой, а Каренин жут нового оказывается. Как его вообще можно было бросить? Да, как можно было, да. У нас есть один замечательный режиссер, который позарился на классику. Решил представить свое видение очень известного произведения. И уже даже есть трейлер, и я предлагаю его посмотреть. Ой, дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Вы решили остаться? Не боитесь заскучать. А есть это чего? Владимир Ленский. Евгений Онегин. Будем считать, что наше знакомство состоялось. Татьяна. Она с самого детства живет в своих фантазиях. Может быть, она влюблена? Татьяна вечно сидит по углам с книгой, как будто бы ее весь свет расстроил. Похоже, юный жарь его сменился юным бредом. Смейся, смейся. Да иначе я на тобой посмейся. Вот интересно, заставит ли это детей почитать изначально? Слушай, но я думаю, школьная программа заставит детей почитать. Да никто не читает школьную программу. Кому она? Онегин невероятно складное произведение. Да, его очень просто читать. Письмо Татьяны помню, отповедь Татьяны помню, я учила. Довольно, встаньте. Да хватит, мы это все посмотрим. В принципе, Пушкин и проза Пушкина очень легко читается. Там «Капитанская дочка» та же. А «Пиковая дама». Ну, все это быстро читается. Онегин, что? Добрый мой приятель. Да, что будете? Будете смотреть «Онегина»? Даже трейлер смонтирован по лекалам, под ритм, подо все. Они все монтируются по лекалам, чтобы меня заинтересовать. Да. Но здесь, знаешь, а что меня заинтересует? Я такой, ну я знаю, я читал, я в театре даже был на... Ленского убьют. Да, Ленского убьют. Это неизбежно. А вдруг нет, кстати? Ну, я тебя умоляю, здесь уже есть... Я умоляю, пусть убьют. То допущение, которое... Знаю, Андрея Асяна. ...смущает, да? Это история великой любви. Великая любви к чему? Онегина к себе. Потому что я не воспринимаю Евгения Онегина, как историю любви Онегина и Татьяны. Ну что такое там барышня, которая жила в деревне, по-русски говорила плохо, журналов наших не читала, просто почему-то любила русскую зиму, чахла там, сидела в лесу, и тут приехал, как Дензи Лондонский одет. Да, да. И тут, опа-на, еще и Ленского прибил. Для меня вот эти истории любви, да, там, Онегины, Каренины, они меня не трогают. Вот. Ну, я объясню, почему, что люди, вот это все от скуки, от какой-то скуки, вот, они всем своим видом показывают, что им скучно. Имение, заниматься имением скучно. Так это прослеживается в каждом втором, наверное, произведении. Да, ну и что, Онегин, это супервеселое произведение. Серьезно, да? Веселое, не веселое, но... Я тебе не говорю, что произведение. Я имею в виду жизнь этих людей, да? Состояние их по жизни вот этого. Я никому из них не сочувствую. Я никому из них не сопереживаю. Зажравшиеся буржуа. Да, так их. Поубиваете друг друга. Ну, так и есть. Это помните, когда в каком-то советском фильме, я не помню, к сожалению, когда они ставили по Гамлету постановку... Берегись автомобиля. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Они ставили по Гамлету, и когда вот там финальная сцена, и они такие, ну, тут же все про монархию, да? Типа дети ставят, ну, и потом в конце постановки они выходят и говорят, монархия повержена. Я буду смотреть Евгения Онегина. Я тоже, наверное, посмотрю Евгения Онегина. Возможно, в кино не пойду на него. Возможно, а также дождусь его на каком-нибудь... Я буду плеваться, ругаться, но буду смотреть. Ну, а почему ты будешь плеваться, ругаться? Ты будешь сравнивать с первоисточником? Ну, первоисточник, в любом случае, в рифму. Так я помню, да. А тут они даже вот... Привычка свыше ей дана замена счастью, а она пересказывают прозой. Хотя, казалось бы, вы эту фразу, я, например, в жизни употребляем. Все считают, что я странная, но я так говорю. Маш, только из-за этой фразы мы тебя считаем странной. Меня не сильно впечатлило. Ну, слишком пафосно. Вот слишком пафосно. Да, стандартная история про жизнь дворян. Просто, да, нам и Пушкин это описал, как жизнь дворян, да, вот. Но мне кажется, Пушкин в рифму это описал немного проще, чем здесь вот это... И смешнее. Слишком патетично, да. Да. Ну что, давайте посмотрим что-нибудь попроще. Давайте. Как говорится... Спасибо. Пойдем искать другой. Клуб спортивный? Благосуточный. Давайте четыре часа спортом заниматься. Каким спортом, Бать? Карточками не купим и ночевать будем? Ну, пока. Что тут у нас, без происшествий? Да, у нас все хорошо. Умирос, омол! Бать, ну нафига, а? Да сейчас. И вы вообще кого в клуб пустили? Я сразу сказал, что это бомжи. Заблокируем карточки. Но они никуда не выходят. Ограничим им доступ в туалет. А смузим? Тогда переходим к ранним миру. Я здесь пространство зачищаю. Что это за позор? Это кринж. У меня карта на месяц. ВИП. Я прямо сейчас коромыслы таскать начну. Я вам тут и сеять и пахать буду. Да, пошла! А батя вам в бассейне чайный гриб вырастет. Давай еще одну. Красавчик. Я тебе помогу, и клубу помогу. Нет, Вась, потому что тренировки ведут профессиональные тренеры. А ты просто смешной парень из деревни. Понятно? Они нас убьют, сожгут клуб, заставят весь борщевик. Дружище, ты в деревне-то хоть был? Бабуля, ты хорошенькая. Мы наехали. Слушайте, написано, основано на реальных событиях, но об этом я ничего не слышал. То есть, видимо, люди приехали и реально оккупировали фитнес-клуб и жили там? Да, причем тут фитнес-клуб еще... Ну, просто он открыт 24 часа, им негде жить, и они придумали себе такой вот терминал. А, слушайте, подождите, я нашел связку. Фитнес-клуб, колка дров. Да, они вспомнили. Тут же показывает это, он вспоминает карамон. Мне хочется сказать... Ну, пошла, радио. Особенно на реальных событиях хочется авторам сказать, давайте проедем все деревни и найдем коромысло хоть одно. Вот давайте сейчас попробуем найти коромысло, где-то не в музее этнографическом. Нет, ну где-то на чердаке, может, у кого-то сарай лежат. Нет, я имею в виду, чтобы увидеть, чтобы реально кто-то шел с этим. Да, потому что это, ну, очевидно, деревня не конца 19-го века. Даже не середины 20-го, да? Ну, с коромыслом они вот... Вот просто это... Вот такие фильмы, да? Да, талантливые актеры, все. Но вот эта история, что деревенский человек приезжает в город и вообще ничего не понимает, ну, и как наоборот, что городской приезжает, видит гуся и думает, что это за чудовище. В эпоху, когда там есть телевидение, интернет и так далее, ты думаешь... Короче, архаизмы. Ну, это какой-то набор стандартных комедийных гэгов, которые... Ну, да, там осталось только телами поменяться кому-нибудь и все. Я зачищаю пространство, по-моему, единственная забавная фраза была от уборщицы. Ну, это очень странно, да. Ты такой смотришь, Ян Цапник, мне нравится Ян Цапник, все. Все. Фильм 12+, 12+. Жена, собирайся, идем в кино. Да, здесь какой-то деревня, фитнес-зал, все просто. Ты не будешь там себя отяжелять какими-то сюжетами, тебе понятно. Все, мужиков сгорел дом, они приехали, заселились в фитнес-центр. Либо отправить на этот фильм кого-то, просто чтобы освободить хату. Годионов. Что в твоей жизни не так, что тебе до сих пор надо кого-то отправлять, чтобы освободить хату. Друзья, я уверен, что вы уже планируете свои выходные. Вот хотя бы 23 декабря пригласите вас во дворец спорта «Центральный», где состоится хоккейный матч. Наши юниоры до 18 лет. Хоккейный клуб «Калуга» сыграют с командой из Ярославля. Матч начнется в 13.00. На руки можно будет получить не более пяти билетов. Давайте перейдем, поддержим. Да, в принципе, я вас призываю, но знаю, что всегда трибуны заполняются до отказа, потому что калужане любят хоккей, тем более в таком классном пространстве и с такой качественной игрой, которую демонстрируют наши спортсмены. Ну а прямо сейчас мы переходим к новостям, которые тоже не следует упустить, друзья. Весной следующего года выборы президента Российской Федерации. В Калужской области уже начал работу штаб общественного наблюдения. Он будет обеспечивать прозрачность и легитимность предстоящих выборов. Они будут проходить с 15 по 17 марта. Наблюдатели прошли обучение по золотому стандарту. Он разработан общественной палатой. Это позволит объективно провести независимый мониторинг. На избирательных участках будет обеспечено и круглосуточное видеонаблюдение. На этих выборах жители смогут проголосовать и онлайн через госуслуги. В целом технология дистанционного электронного голосования на сегодняшний день уже отработана. И, конечно, это будет нововведением избирательной кампании. Но в целом эта процедура безопасна. Правительство России выделит 540 миллиардов на приобретение более 200 тысяч единиц медицинского оборудования для Калужской городской больницы номер 5 и Калужской детской городской больницы. Учреждение получит рентгеновские аппараты, эндоскопические системы, бактерицидные облучатели, радиохирургические ножи, медицинские холодильники, стоматологические инструменты и другое оборудование. В Ростехе задумались о видеоигре с российской военной техникой. Проект «Боевые монстры Ростеха» может стать конкурентом для зарубежных компьютерных игр. В соцсетях пользователи уже проголосовали за шесть образцов российских вооружений. Затем художники превратили эти машины в монстров нового русского героического эпоса. В число концептуальных персонажей вошли гигантский краб-помощник, тактическая ракетная скалопендра, небесный кит-локатор, смесь вертолета с летучей мышью и «Волга-титан» российской артиллерии. Малышка-панда сделала первые шаги. Они были неуверенные, но все же первые. Они дались ей довольно непросто. Долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол. Кажется, даже сама малышка удивилась тому, что смогла это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Наступили холода. Нету теплого окна. Пора ехать в ПВХ. Цены ниже, как всегда. Телефон 55 1167. За безобидное фото военного объекта может грозить серьезное наказание по статьям «Госизмена» или «Шпионаж». Остановись. Не помогай врагу. Есть заповедь Христова. Нет больше любви, чем положить живот свой за други своя. Служба в армии, служба по контракту – это служение. Служение, когда человек принадлежит уже не себе и своим желаниям, а принадлежит Родине. И он всю свою жизнь, самое дорогое, что у него есть, он отдает Родине. Призываю всех, кто готов, кто может пойти служить, потому что это достойно, почетно. Я склоняю голову, преклоняюсь перед людьми, кто находится на линии боестолкновения, кто дает нам возможность иметь мирное небо и отсутствие войны. Редактор субтитров А.Семкин Далеко от телевизоров не отходите. Еще встретимся. Следующий год, 2024, объявлен в России годом семьи, но в 2023 уже вовсю в нашем регионе реализуются проекты, посвященные семейным ценностям. Все подробности у наших гостей. В студии «Утро первых» заместитель министра здравоохранения Калужской области Екатерина Качанова-Махова, студенты РАНХИКС Дмитрий Бойко и Тагуи Тарханин. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Юрий. Ну что, подводим итоги года с хорошими результатами. Давайте начнем о проекте семейных ценностей. Я так понимаю, что в нашем регионе они были разработаны совместно с лидерами России. Чуть подробнее хотелось бы об этом узнать в процессе, как он был организован. Раньше мы уже рассказывали, что в течение 9 месяцев представители органов власти Калужской области очень плотно работали с лидерами России, представителями клуба «Эльбрус». Они у нас здесь находились на территории, несколько раз они выезжали. Соответственно, ребята тоже из разных регионов, это лучшие из лучших, действительно победители конкурса «Лидеры России». Они проводили анкетирование с нашими гражданами, очень глубоко погружались в нашу среду, изучали наши проблемы и выявили, что самая основная наша проблема – это увеличение количества разводов. И, соответственно, наша задача была разработать такие проекты, которые после внедрения в массы привели бы к снижению количества разводов, укреплению семейных отношений и возврату, скажем так, к нашим исконно русским семейным ценностям. Это многодетность, это браки, которые длятся многие годы, это браки, которые заключаются достаточно рано, а не тогда, когда уже человек, как говорится, все в этой жизни заработал, повидал, и ему уже поздно рожать детей, а он наконец созрел. И нечего терять. Да, и нечего терять, а он наконец созрел для того, чтобы выйти замуж и жениться. И поэтому было разработано 11 проектов. Один из проектов – это социальные ролики. Почему нам понравился этот проект? И даже наши ребята сами сняли, наша команда, маленький такой ролик для того, чтобы показать, что мы хотим. Мы хотим, чтобы молодежь, именно молодежь, студенты вузов, студенты среди специальных учебных заведений, сами снимали ролики о своей семье, а может быть, семье своих соседей, да, и рассказали нам и зрителям о том, как это хорошо, когда у тебя большая семья, когда у тебя есть дети, когда у тебя есть бабушки, дедушки, мамы, папы, когда в этой семье очень тесные семейные отношения, когда люди держатся друг за друга. И, соответственно, в тот момент, когда они изучают свою семью и семью своих друзей, они понимают, как это хорошо, и, может быть, кто-то из них тоже захочет создать семью уже вот сейчас. Потому что я помню, когда я училась на четвертом курсе, и у нас был курс социологии, да, наш преподаватель когда заходил в аудиторию и говорил, ребята, ну вот когда я заканчивал институт, я приходил в аудиторию, половина девочек сидела беременная. Посмотрите на себя, я ни одной не вижу. В этот раз мы, собственно, я тоже, когда пришли к ребятам... Сейчас половина девочек сидят уже с двумя высшими образованиями либо с двумя трудовыми книжками. Да, мы задали вопрос проще, а кто замужем? Подняла руку только одна девушка. Только одна. Поэтому вот наша задача, чтобы они к пятому курсу уже все были замужем и желательно всем в декрете. У меня была цель понятна, цель четко видна. У меня был вопрос, почему доверили именно студентам эти проекты. Теперь вопросов по этому поводу нет. Ребята, вопрос к вам. Почему взяли за проект и чем он вам показался интересным? Я имею в виду реализацию видеороликов. У Тагуи и у Димы были разные ролики совершенно, но в одну тематику. Тагуи? Ну, мы... Наша команда снимает видеоролики не впервые. У нас это было связано с, скорее, любовью просто, фанатизм снимать видеоролики о чем-либо. Поэтому мы согласились сразу, не задумываясь. Да, у нас, собственно, с командой так же. Мы просто увидели ролик одной из команд. Нам это очень понравилось. И мы захотели просто снять свою историю, как мы это видим. Вот. И взялись за проект, сняли. И сценарий, я так понимаю, вы прописывали свой. То есть сюжетная линия у вас была у каждого своя. Тогда вопрос к вам, как к экспертам. Как вы считаете, что нужно сделать вот сейчас, да, в рамках нашего региона, как минимум для того, чтобы сократить количество разводов? Есть какие-то мысли по этому поводу? Или увеличить количество браков. Как всегда говорится, не трудно. Что вам дать, чтобы вы поженились? С позитивной стороны. Вот вы двое, что вам дать, чтобы вы поженились? Ну, вот я как не со стороны эксперта, а со стороны молодежи. Я не знаю, что меня сейчас может смотивировать, чтобы я решилась выйти замужем. Но сейчас карьера, работа, добиться чего-то. Вот это важнее, чем. Хорошо. А как вы передавали эту мысль в своих роликах? У меня, у нас, у команды ролик. У нас было очень много вариантов, но мы решили остановиться на варианте показать ценность семьи глазами маленького ребенка. То есть, ну, грубо говоря, сверху надавить. Вот. Потому что... Снизу посмотри, давай я тебя разверну. Хорошо, можно и так. С другой стороны. Потому что, проанализировав проблему, мы, как уже говорилось, поняли, что много разводов, и молодежь стремится создавать браки слишком поздно. Ну, а, Дмитрий, что было? Да, у нас идея состояла в том, что у человека изначально есть выбор. Это вот, как сказал Тугуи, карьера, достижения. И есть выбор просто построить семью. И мы в своем ролике вместе с командой отобразили просто две сюжетные линии, что один человек выбрал путь карьериста, а другой семейный человек. Не рассказывайте финал, посмотрим, найдем этот видеоролик, и обязательно посмотрим, что из этого вышло. А родственникам, родным, близким показывали свою работу? Как они отнеслись? Что они сказали? Оценили хорошо. В семье оценили хорошо? Да. Очень понравилось. Какие-то комментарии, обратная связь, какие-то эмоции? Кто-то, может быть, разрыдался, когда посмотрел, сказал, я никогда не брошу свою семью. Да, было такое. Серьезно? Конечно. Ну, ролики трогательные, на самом деле. Ну, самое главное. Вообще, команда Дмитрия наше сердце покорила, когда он вспомнил Доминика Торетто, да? Сказал, что семья – это главное. Вот, и поэтому мы сразу решили, что на телевидении он пойдет с нами. А был ли какой-то конкурсный отбор, оценка? Какая судьба у этих видеопродуктов в дальнейшем будет? Да, у нас очень масштабный был конкурс. Вот, мы создали интернет-ресурс. Все ролики, которые были сняты, были загружены на этот интернет-ресурс. Плюс к этому все органы государственной власти, то есть все министерства, на своих индивидуальных сайтах разместили ссылку на этот интернет-ресурс. И, соответственно, было предложено большому количеству населения зайти на этот интернет-ресурс, посмотреть эти ролики и проголосовать за них. И, соответственно, у нас очень активно шло голосование. Даже ребят сами отмечали, что не ожидали, что такое большое количество людей проголосует за их ролики. 12 декабря подвели итоги, насколько мне известно. А какое количество просмотров было приблизительно, помните? Ничего, мы увидим на интернет-ресурсе. Если 12 декабря подвели итоги, значит, что проект завершен? Нет. Это, скажем так, пилот, который именно мы попросили провести Ранхикс, так как они чаще всех, как вот ребята уже отметили, снимают видеоролики. И они могли снять их наиболее профессионально, чтобы привлечь всех остальных. А дальше мы планируем, что другие наши высшие учебные заведения и среднеспециальные учебные заведения тоже будут активно участвовать в этих конкурсах, снимать ролики. Мы их будем демонстрировать на уличных экранах для того, чтобы большое количество населения имело возможность посмотреть вот такие мини-фильмы. Чтобы наши люди как минимум задумались на эту тему. Есть ли еще перспективные проекты на 2024 год? Мы завершаем сейчас нашу беседу. Что еще нас ждет? Уже целый план мероприятий? Целый план. Там же у нас 11 проектов. Там у нас есть и телеграм-бот, который будет обучать население, скажем так, в рамках игры, как построить семейные отношения, как не ссориться, как встречать друг друга после работы. И это и программы медиации. То есть когда люди, прежде чем развестись, должны пообщаться с медиатором, с психологом, который, опять же, поможет им, может быть, решить их проблемы, может быть, не развести. Уже интересно. Все остальное мы узнаем на информационном ресурсе. Какой возрастной ценз роликов? До 25 лет. Молодежь. То есть ноль плюс получается. Еще раз огромное вам спасибо. Спасибо за то, что хотя бы обратили внимание на эту тему. Она действительно сложная в нашей стране. Будем исправлять. Друзья, а мы продолжаем. В наш эфир передаю слово моему коллеге Кириллу Гусеву на очереди блок «Наивная урбанистика». Пока у нас продолжается зима, давайте затронем еще один важный городской вопрос, который касается освещения. Очевидно, в темноте городская жизнь замирает. И случайно на ночных спутниковых снимках самые экономически развитые территории выглядят как такие световые кластеры. А темная часть планеты явно не очень урбанизирована. Связь тут самая прямая. Чем дольше вы можете активно работать, тем больше производите. Города у нас в основном постиндустриальные. То есть люди там работают не на заводе в три смены, а перемещаются туда-сюда. И, как я уже сказал, предпочитают делать это не в темноте. Источников света в современном городе много. Это уличные фонари, окна домов, витрины, фары машин, теплицы. Кстати, в некоторых районах нашего города, кажется, никогда не бывает темно. Признак благополучного города архитектурная подсветка, которая выделяет контуры зданий, если по-простому, или архитектурные детали, если они есть. А причем тут благополучие? Ну, световое оборудование нынче не ешево. За электроэнергию надо платить. Кроме того, если что-то сломалось в подсветке, это не спрячешь. В первый же вечер полетят жалобы. Короче, чтобы подсвечивать, надо иметь возможность заплатить один раз и платить потом регулярно. Немного исправляет ситуацию современные технологии. Ну, светодиоды. Они расходуют меньше энергии, долговечнее, могут быть практически любой формы. Хотя там тоже есть свои нюансы в эксплуатации. Ну, видели, наверное, сосульки на новых фонарях, видели, как выгорают части светодиодной панели, а тогда ее приходится менять полностью. Кстати, светодиодные светильники производятся и в Калуге тоже. Причем качество, кстати, на высоте. Правда, цена не самая доступная. С затратами более-менее понятно. А какая от подсветки польза? Как я уже сказал, таким образом в осеннее и зимнее время можно продлить ваш личный активный день. В приполярных регионах, где солнце зимой может вообще не быть, искусственное освещение не прихоть, а необходимость. Исследования показывают, что на освещенных территориях снижается уровень бытового криминала, вандализма и всякие темные личности предпочитают на свету особо не отсвечивать. Поэтому у нас достаточно много обращений в гору права по поводу освещения во дворах и на улицах новых микрорайонов. Если нет света, больше рисков. Да и район быстро приобретает репутацию неблагополучного. В общественных пространствах еще интереснее. Понятно, что зимой в темный парк никто не захочет идти. Поэтому пространство, которое содержится на деньги налогоплательщиков, без света просто не работает так, как нужно. Сейчас принято не расставлять фонари, чтобы видеть, куда идешь, а создавать световые сценарии. Вот тут у нас место для спортсменов, тут более камерное, тут вот явно фотозона, а тут разноцветные прожекторы создают нужный объем для монумента или от объекта. Пока я в Калуге сценарий освещения видел только на мероприятиях. На постоянной основе этим никто не занимается. Мы тут делали интервью с Лерой Зубковой про спорт в городской среде. Почитать его можно в группе Калуга Актив ВК. Это такое сообщество, посвященное городским событиям и проектам. Так вот, Лера сказала, что основным препятствием для бега в зимнее время года является даже не снег, а как раз отсутствие освещения. А бегун, особенно представитель прекрасного пола, должен, конечно, видеть, куда он бежит и чувствовать себя в безопасности. Даже в центральных городских парках это, к сожалению, не всегда так. Если вам интересна тема городского освещения, рекомендую бесплатный курс проекта «Архитекторы РФ» «Освещение общественных пространств и природных территорий». Он буквально несколько дней назад появился на сайте. Ссылка в описании. Там вы узнаете, как сделать пространство понятным, безопасным, привлекательным и экономически эффективным. Поймете, какие способы освещения стоит использовать постоянно, а от каких пора отказываться. Ну и пользуясь случаем, передаю привет моей любимой, в кавычках, гирляндино-театральной. Этому празднику каждый день, который теперь, похоже, будет всегда с нами. Пожалуй, отправлю предложение включить ее в перечень объектов культурного наследия местного значения. Перед Новым годом принято подводить определенные итоги, смотреть на свои планы, что удалось, что не удалось, что вы сделали, что не выполнили. Вот наш гость может похвастаться обширным списком стран, которые он посетил в 2023-м, да и в предыдущие годы, наверное. В студии утроперых путешественник, как мы его сегодня можем с гордостью называть, Тимофея Говенького. Тимофея, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Сразу предупредим наших зрителей, что мы сейчас будем говорить о формате бюджетных путешествий, которые не требуют больших затрат. То есть это не ленивый тур, когда вы отдали огромное количество денег и приехали в отель, а потом вышли на пляж. Это самостоятельное перемещение, верно? Да. Когда все началось? Когда вы поняли, что надо брать рюкзак и выходить из дома в сторону какой-то заедной страны? Ну, с самого начала это было в институте, когда появился свободный момент дней пять. Я мечтал бывать в Белоруссии и вот отправился в Беларусь. И очень мне вдохновило, понравилось как бы путешествие. Взглянуть, как люди живут, у каждого свой быт, свои интересы. И общался с местными, и мне это очень понравилось. И после этого, ну, как-то, наверное, так скажу, заразился вот этим. И начал последовательно уже планировать различные другие туры и отправляться самостоятельно, ну, потом в Таджикистан, Узбекистан и вот в Армению, ну, и во все остальные вот страны. И вот сейчас вот. А расскажите, что такое планировать туры? Как это? Что это такое? Ну, у меня вот совсем недавно, полтора месяца назад, вот произошло вот как бы путешествие по восьми странам. Вот давно хотелось увидеть там Париж, Люксембург, Швейцарию, получается, Монако. То есть восемь стран европейских вы посетили в этом, в 2023 году. Да, да, да. Ну, совсем недавно. И мне обошлось, ну, не так много денежек совсем, немного стало. Вот. Мне пришлось даже в двух странах переночевать на лавочке по два дня, так как были хостелы загружены, а российская карта не бронировала. И в Испании два дня, и в Португалии, в прекрасном там парке. Провел две ночи вот на лавочке, как бы, у озера там. Ну, было очень здорово, мне понравилось, кстати. А никто не пытался вас прогнать? Нет, нет. Там, то есть, как бы, есть еще ребята приезжие, так скажем, как я, но только, ну, назвать иммигранты, так скажем. То есть мы находили общий язык, разговаривали. И во Франции их очень-очень много, особенно, так сказать, в таких портовых городах. То есть было с кем поговорить. Вот вы сказали 750 долларов на 8 стран Европы, то есть... 750 евро, да. 750 евро. То есть вы предварительно уже знали, какую сумму потратите. С чего вы начинали? Да. Когда планировали, вернемся, да, к этому? С маршрута, со стоимости отеля, с чего? Да, с маршрута самое главное. То есть, ну, у меня в запасе всегда евро 100-200 на форс-мажорные обстоятельства. Но они мне сейчас не потребовались, уже как бы опыт побольше наращивается. И то есть у меня уже было прям чуть-чуть, ну, 40 евро еще даже осталось. Ну, некоторые сувенирчики даже прикупил. Вот. И я просчитал весь транспорт, 100 евро убрал в сторону. Каким транспортом пользовались? В основном автобусами. Особенно, если транспорт был ночью, чтобы как раз сэкономить на, ну, на сне, так сказать, на остановке в хостеле. Потому что там затратно дорого. И я ночевал, ну, спал в автобусе. И утром уже с новыми силами в новой стране и пошел дальше-дальше. В день проходил где-то 30-40 километров каждый день. То есть на самолете вы ни разу начинали... Из Португалии. Из Португалии в Италию, когда в Пизу полетел. Уже когда я возвращаюсь, ну, назову уже путь домой. Вот доехал до Кашкарда, ну, океана. И отправился домой уже, ну, как бы в Пизу. С Пизы уже в Албанию. В Албании побыл два дня. Из Албании в Стамбул. Из Стамбула в Санкт-Петербург. И уже вот так домой. Это вот эти было три перелета. А какая страна вас больше всего впечатлила? Какая самая яркая эмоция осталась с вами? Вы привезли ее обратно в Россию. Мне очень понравилась Монте-Карло. Ну, конечно, Монако очень понравилась. Мне понравилась в Ницце. Очень понравилась, да. Впечатлила очень красиво там. Ну, очень ухоженно, красиво. Ну, с блеском, так скажем, с шиком. А Париж... Ну, вот мне хотелось в Париже увидеть только два места. Это побывать на Эльфелевой башне. И увидеть, ну, зайти в Лувр. Потом посмотреть произведение Леонарда Винча. Ну, такое. А у каждого путешественника есть своя определенная цель. Какая-то философия, какая-то миссия своя. Какая у вас? Вы знаете, даже... Я задумывался об этом. Ну, как-то посмотреть побольше, как люди живут. Как-то просто, ну, идти, 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 знаете. Даже как-то такой прям философии. У самурая есть только путь. Путь, а. Верно? Верно. А вы человек женатый. Я так понимаю, что вместе с супругой отправлялись в путешествие или без? Бывали мы с супругой не раз. Мы были и в различных странах, кстати. И за границей, и вот по России мы были много где-то супругой. И иногда ее приходится как бы настроить на мое отдельное, ну, мое... Одиночное. Одиночное, да, так скажем, путешествие. Да. Как она к этому относится? Хорошо, хорошо. С улыбкой, с добродушием. Да, да. Ну, приходится немножко как бы корректировать некоторые моменты, как бы находить компромиссы. То есть как бы делать наперед какие-то дела, вот мужские, так скажем, семейные. Да, и приезжать... Из-за этого у меня не так много времени, поэтому вот мне отправлялись 10 дней, максимум 15. Один раз получилось 22. Не по моей воле, так сказать, когда начались события все, я немножко... Задержался. Задержался, да. Я возвращался вот такими всяческими путями домой. Ну, вернулся, и все в порядке. Спустя 22 дня. 22 дня, да. Где ты был? Я путешествовал. Просто мечта для некоторых мужчин. Сейчас говорят, что уровень жизни все больше дорожает в некоторых странах. Что касается питания, проживания, как вы здесь выкручиваетесь обычно? Очень, кстати, Европе подорожало. Раньше я удивлялся, как интересно у них вот одна цена, все время одна цена. То есть год, два, три приезжаю, и всегда одна цена. Но сейчас все выросло, ну, в разы. И я тратил, вот вам могу точно прямо сказать, 6-7 евро в день на питание. Пару раз на 10 евро шиканул, так сказать. Ну, отметил некоторые события. И вот почему я на лавочке пришлось пару раз переночевать? Потому что хостелы, которые были свободные, они стоили по 40 евро за ночь. И для меня было очень дорого. И там, на самом деле, не так хорошо выспишься. А мне нужен был хостел, это зарядить, допустим, телефон, и мысли привести себя в порядок. Но так как по побережью все время было море, душ, все остальное, я в этом не нуждался. Везде там зарядки, то есть в автобусах я заряжал все. И мне был как бы бонус в этом плане. И, на самом деле, высыпался хорошо. И вот питался, ну, за такую вот сумму 6-7 евро, да, вот это... Даже можно было бы меньше, на самом деле. А сейчас говорят, что наши южные страны, соседние, очень популярны в плане туристических направлений. А есть ли у вас планы на 2024 год, куда хотите отправиться, в ключе стран СНГ? Ну, во всех странах СНГ уже я был много раз, много очень. И сейчас у меня уже открыта виза в Саудовскую Аравию. Мне очень давно хочется побывать, не считая. Ну, может, повезет, ну, в планету Бахрин заехать, Катар, да, вот здесь. А так весь, вот, всю Саудовскую Аравию, ну, получается, с запада на восток, с асток на запад, как пойдет, вот, посмотрю. Тут, да, тоже на автобусах? Да, да, там, кстати, очень хорошо развито, ну, сообщение автобусное, именно вот Саудовская Аравия прям шикарное. Ну, да, там, ну, как дальше пойдет, как пойдет. На автобусе, там, бывает, с местными доеду, как вот так пойдет. То есть у вас уже есть свои проработанные логистические маршруты, которые вы изучили. И если к вам кто-то обратится, вы можете дать какую-то рекомендацию, как экономно добраться до определенной страны. Давайте дадим какие-то напоследок лайфхаки, полезные советы, что нужно прежде всего, я не знаю, спрятать в свой рюкзак, к чему быть готовым, отправляясь вот в такое одиночное путешествие с одним, я так понимаю, рюкзаком за спиной. Да, там, килограмма два-три максимум. Ну, это все приходит тоже с опытом индивидуально, у каждой своей потребности, но вот от себя говоря, то, что с каждой поездкой рюкзак становится все легче и легче. То есть понимаешь, что это совсем не нужно, это вообще, ну, какой-то не было необходимости это брать. И в итоге там пару шортов, штанишки, ветровочка и все, и вперед, ну, как бы, такое все. И самое главное, не бояться, то есть как бы всегда найдутся люди, которые помогут, то есть подскажут, то есть проникнутся ситуацией, ну, если рассказать саму историю, как ты, откуда приехал, зачем я всегда говорю, то, что я вот русский, приехал в вашу страну увидеть, понаблюдать, как у вас здесь люди прямо проникаются в ситуации и как бы всячески пытаются помочь. И мне много раз на ночлег оставляли, ну, к себе брали люди, прям, ну, хотели, не отпускали, так сказать, чтобы я им рассказал, как у нас. И то есть я ночевал не раз и на помире, много раз такое у меня было. Давайте назовем напоследок нашей беседы цифру стран, которую вы посетили за все это. Десят, сейчас у меня был юбилей. Ну, в этих странах я многих уже был, но в тех, которых не было, ровно 50. 50, да. А, Тимофей, огромное спасибо, что были с нами сегодня утром. Я надеюсь, что вы вдохновили многих наших зрителей на путешествия вот с тем самым легким рюкзаком. Все-таки впечатления, эмоции важнее. Спасибо. И вам, конечно, новых открытий, новых стран. Не уходите пока. Друзья, ну, а мы продолжаем. Сейчас будем расширять словарный запас. Он вам пригодится тоже в путешествиях вместе с моей коллегой Викторией Лавровой. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, И от плена спасем навеки. Эти бессмертные слова Анны Андреевны Ахматовой О языке не могут никого оставить равнодушным. Для того, чтобы не зачерстветь умом и сердцем, Смотри мой блог «Словарный запас». Истома. Это чувство точно знакомо каждому. Ложишься на кровать после тяжелого дня, И сразу наступает приятная расслабленность, томление. Это и есть истома. И как же она приятна. Бурдалак. Слово, которое придумал Пушкин. Это искаженная форма слова «волкулак», что означает «волк» и «длака», то есть «шкура». Языковеды считают слово «вурдалак» пушкинским неологизмом. Впервые оно встречается в цикле «Песни западных славян». Конечно, сам образ «вурдалака» не был придуман Александром Сергеевичем, а взят из славянского фольклора. Лукоморье. В фольклоре славян – заповедное место на краю мира. Дословно расшифровывается, как «морская лука», то есть «морской залив-бухта». Таким образом, лукоморье – это всего-напсего морское побережье изогнутой формы. Вот так и интересен и богат наш язык. А получать богатство вы можете, расширяя свой словарный запас. Друзья, мы завершаем наш эфир. Надеемся, что подняли вам настроение и позитив на весь день. Сегодня с вами был Юрий Галаян. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова